Грузовики начали вывозить грунт со стройплощадки по адресу адмирала Фадеева 1Г в конце ноября прошлого года. Тогда КамАЗы стали частыми гостями во дворе дома номер 4В по улице адмирала Юмашева. Местные жители насторожились, ведь на придомовой территории грязь. А информационного счета и какой-либо внятной информации о будущем соседнего участка нет. Пока строительная техника и грузовики хозяйничали во дворе жилого дома, люди стали обращаться к городским властям и в полицию, так как застройщик не шел на контакт. Он лишь предъявил ордер на земельные работы по выносу водопровода. В связи с тем, что документов застройщик не предъявил, мы обратились в милицию. Вызывали до тех пор, пока рапортом майора мы узнали, что есть выдан ордер на земельные работы, подписанные департаментом городского хозяйства Горловым, на вынесение водопровода. Но подписей не было ни одной организации, ни Севэнерго, ни водоканала, ни иных организаций. То есть одна подпись. Выведение водопровода обернулось для жителей дома номер 4В по улице адмирала Юмашева строительством торгового павильона. За три с половиной месяца рабочие возвели цокольные и два наземных этажа. Планируется еще третий. Это вообще-то опасно для жизни, когда ведутся строительные работы. Крупная строительная техника заходит сюда и над головами у людей, детей, над машинами производится работа, которая просто могут повлечь за собой различные неприятности, травмы. Это просто угроза жизни и здоровья людей, живущих в доме. Нельзя делать строительную площадку из придомовой территории. Территория дома номер 4В по улице адмирала Юмашева – это единственный способ попасть к месту стройки. Со стороны улицы адмирала Фадеева въезда нет. Значит, и после завершения строительства грузовики будут подъезжать к торговому павильону через двор, чтобы выгрузить товар. Неудобства жителей продолжатся. Ольга Шипедько собрала внушительную папку документов. Война за стройщиком длится уже более десяти лет. Действие договора на строительство закончилось в декабре 2011 года. После этого разрешения на проведение работ обществу с ограниченной ответственностью «Олтес» не выдавалось. В 2016 году жильцы дома подавали на застройщика иск в арбитражный суд. Тогда севрегестр оценил степень готовности торгового павильона в 50% и присвоил кадастровый номер этой территории. Однако через два года сотрудники департамента по имущественным и земельным отношениям заключили, что на участке нет объектов капитального строительства. Он захламлён мусором и не освоен. Об этом противоречии между ведомствами Ольга Шипедько сообщила прокурору Севастополя с просьбой провести проверку. Более того, выяснилось, что застройщик не известил Севгосстройнадзор о начале строительства. А это грубое нарушение. За производство земляных работ без разрешения и оповещение контролирующих органов предусмотрены штрафы в несколько сотен тысяч рублей. Так как мы неоднократно обращались письменно в Стройнадзор, мы ответа о начале строительства ими разрешённой не получили. Вот уже из этой позиции за такое нарушение юридическое лицо получает штраф 1 миллион рублей. В данном случае его оштрафовали на 500 рублей. Незаконность строительства подтвердили в Департаменте архитектуры и градостроительства правительства Севастополя. В феврале этого года в Департаменте общественной безопасности Ольге Шипедько сообщили, что сотрудники Севгосстройнадзора в середине января выезжали на место стройки и зафиксировали нарушение правил безопасности. 25 февраля исполняющий обязанности начальника управления государственной регистрации права и кадастра города ответил Ольге Шипедько, что прокуратура отказалась и в реестру в проведении внеплановой выездной проверки в отношении застройщика. В середине марта в Севгосстройнадзоре ответили, что запланировали внеплановую проверку документации застройщика. Пока чиновники обещают разобраться, жильцам домов номер 4В и 4Б остаётся надеяться, что справедливость восторжествует. К тому же торговых точек в этом районе достаточно, а вот детских площадок практически нет.